добро пожаловать обратно в другой эпизод если ты купишь это где все что мы делаем это немного говорим об игре и о том считаем ли мы что она того стоит в этом эпизоде мы будем играть в hollow knight платформер souls like 2d где вы будете путешествовать по древнему городу насекомых чтобы раскрыть его мини скрытые секреты а также победить его многочисленных сложных боссов итак первый вопрос который мы всегда рассматриваем в этих видео заключается в том на какой стадии развития находятся игры и в этом случае hollow knight в настоящее время полностью выпущен и доступен на пк а также на большинстве консолей за 15 долларов теперь прежде чем мы пойдем дальше мы хотим чтобы все знали что будут некоторые очень незначительные спойлеры однако мы не будем показывать ничего дальше примерно третьей части игры и мы сделаем все возможное чтобы не испортить вам ничего слишком интересного так что же такое hollow knight ну hollow knight довольно сложный платформер но не все это в отличие от многих других игр таких как cuphead и dark souls в hollow knight вы столкнетесь со множеством различных проблем когда будете преодолевать глубины монстров которые лежат в самых глубоких частях города рун по пути ты обретешь новые силы соберешь амулеты соберешь деньги и заведешь полезных друзей однако учитывая что это название похоже на souls я думаю что мы должны сначала начать с разговора о трудностях честно говоря сложность hollow knight довольно высока с учетом сказанного они облегчают тебе трудности они просто бросают тебя в казалось бы безвыходные ситуации в начале игры ты скорее всего встретишь несколько очень упрощенных монстров которые нанесут тебе вред только в том случае если смогут прикоснуться к тебе конечно с монстрами будет значительно сложнее иметь дело по мере прохождения игры но не бойся так как есть способ справиться с каждым из них для примера в одном конкретном биоме есть существа похожие на медуз которые будучи убитыми запускают в тебя взрывной снаряд честно говоря в игре довольно много разнообразных монстров так что я бы не стал слишком беспокоиться о том что они слишком упрощены когда дело доходит до того с чем нужно сражаться поскольку мы говорим о сложности монстров нам определенно нужно поговорить о боевой системе а также о боссах боевая система в hollow knight основана на попаданиях по умолчанию тебе дается пять ударов прежде чем ты умрешь и потеряешь все свои деньги однако если ты все-таки умрешь просто знай что тебе дается один шанс вернуться к своему призраку и вернуть то что ты потерял помимо твоей планки здоровья у тебя также есть датчик души который позволяет тебе исцелять и разыгрывать различные открываемые заклинания последняя базовая механика которая у тебя будет это твой замах который может быть направлен практически в любом направлении но у него довольно короткий диапазон так что тебе придется быть очень осторожным с позиционированием теперь что касается боссов в hollow knight на самом деле есть две основные категории которые ради этого видео мы будем называть мини боссами и боссами мини боссы с которыми ты сталкиваешься сами по себе могут быть несколько сложными но это не то над чем тебе действительно нужно слишком сильно потеть механика обычных боссов однако может начинаться просто с чего-то вроде того что боссы просто пытаются наехать на тебя чтобы нанести урон но по мере прохождения игры механика будет становиться все более сложной с такими вещами как снаряды множество врагов и даже фазы hollow knight также представляет интересную концепцию и идею о том что вы можете выбрать практически любой путь который вы хотите выбрать ты можешь исследовать разные области без необходимости идти в очень определенном линейном порядке есть некоторые ограничения поскольку игра не хочет чтобы ты слишком рано входил в область которая слишком сложна для тебя но по большей части она дает тебе широкий выбор вариантов чтобы идти практически в любом направлении которое ты хочешь это здорово как будто ты борешься с боссом ты можешь просто перейти к другому и вернуться к более сложному как только получишь некоторые новые способности которые могут тебе помочь это также побуждает тебя как игрока исследовать каждый маршрут есть много скрытых открываемых предметов которые ты возможно никогда не найдешь если не потратишь время на то чтобы действительно осмотреть каждую комнату и посмотреть есть ли скрытая стена или какое-то место куда ты сможешь попасть только после разблокировки более поздней игровой способности я знаю что было одно заклинание которое я смог разблокировать только после того как получил определенное заклинание которое позволяло мне преодолевать большие расстояния по прямой в игре также есть валютная система которая позволяет вам приобретать некоторые обновления которые могут облегчить вам жизнь для примера ты можешь приобрести новые чары которые обеспечивают некоторую полезность или усиление например наносит урон всем ближайшим врагам если в тебя попали ты также можешь использовать эту валюту для многих других вещей таких как покупка карт чтобы увидеть внутриигровую карту однако эти чары привязаны к определенному количеству слотов которые можно увеличить найдя определенные разблокируемые предметы теперь с точки зрения истории я не собираюсь ничего тебе портить я просто скажу что по нашему личному мнению это было довольно прилично но конечно на самом деле не поразило нас для этого требуется очень медленный темп и как правило возникает больше вопросов чем ответов в большинстве случаев однако проведя достаточное исследование и пообщавшись с дружественными ошибками ты найдешь большинство ответов которые ищешь я ничего не испорчу кроме того факта что в игре есть несколько концовок так что та которую ты получишь в первый раз играя в игру определенно не единственный вариант так что теперь давайте перейдем к разделу за и против для видео первое место для профессионалов это художественный стиль все кажется нарисованным от руки с тщательностью и детализацией что придает миру ощущение чешообразности в то же время жуткое и опасное следующий шаг звуковое оформление так как все начиная от фоновой музыки и заканчивая способностями звучало превосходно однако лучшей частью звукового дизайна для нас была обратная связь которую вы получите когда нанесете урон врагу не говоря уже о том что гудение картографа застряло у меня в голове на несколько дней после этого дизайн босса так как каждый босс чувствовал себя уникальным и интересным по-своему например один из боссов просто пытается врезаться в тебя с помощью какой-то базовой механики в то время как повелители богомолов используют быстрые снаряды и уклонения чтобы бросить вызов игроку еще один плюс заключается в том что объем контента для двухмерного платформера по такой цене довольно велик есть большое количество уникальных боссов и уровней которые нужно пройти и все они будут бросать тебе вызов по-разному только в базовой игре есть что-то вроде 140 различных врагов которые даже не учитывают DLC и наконец для профессионалов это просто тот факт что бой очень прост в освоении и освоении но в то же время обладает удивительно большой глубиной например когда ты ударяешь оружием почему-то под собой это дает тебе небольшой толчок в воздух который может помочь уклониться от определенных механик теперь перейдем к минусам для меня незначительным недостатком был тот факт что после смерти было такое большое расстояние ходьбы я понимаю почему это происходит в игре механически однако это не весело после того как ты умираешь от босса 20 или 30 раз чтобы пройти весь путь обратно к боссу просто чтобы дать ему еще один шанс наконец-то стало ясно что мультиплеера просто нет я действительно не понимаю почему это так я определенно мог видеть это в этой игре они делали это в других играх таких как капхет и это действительно очень помогло я уверен что моя жена с удовольствием попробовала бы это со мной но учитывая тот факт что просто нет встроенной многопользовательской системы на самом деле нет способа сделать это не пытаясь использовать какой-то инструмент мастерской или возможно какой-то мод добавленный в игру итак теперь мы подошли к рейтингу игры и когда мы пишем игры мы хотим получить один час удовольствия от каждого доллара который мы тратим на игру итак для этой игры в частности в hollow night мы хотели бы получить примерно 15 часов удовольствия от 15 долларов которые мы потратили и после того как мы потратили несколько часов на эту игру мы даем ей 9 картофелин из 10 hollow night была чрезвычайно забавной игрой и хотя я хотел бы поиграть в нее с другом я все равно получил абсолютный кайф эта игра великолепна если ты хочешь в нее поиграть на ходу или если ты просто хочешь сесть и провести 8 часов дома пытаясь победить этого сложного босса на котором ты случайно застрял не так часто мы находим игры по такой цене которые поставляются с таким количеством контента и качеством чтобы соответствовать этому независимо от того ищите ли вы сложный платформер или просто хотите расслабиться и исследовать множество различных зон hollow nest я думаю можно с уверенностью сказать что hollow night определенно стоит того прежде чем вы ребята уйдете не забудьте нажать кнопку нравится и подписаться так как мы выпускаем несколько новых видео каждую неделю и ваша поддержка это то что делает все это возможным если ты хочешь поддержать нас еще больше и получить некоторые интересные преимущества ознакомьтесь с нашей программы членство которую можно найти на кнопке присоединиться ниже в противном случае большое тебе спасибо за просмотр и мы увидимся с тобой в следующий раз в следующий раз